Это Magical Moonlight. Он немного подгорел на солнце, бедняга. Очень жалко в этом году гортензии, если они подгорали на солнце. Практически не видно, смотрите, фертильных цветов. Они где-то внутри, конечно, есть, но а так практически не видно. И когда зацветают фертильные цветы, все гортензии практически с таким ароматом. Чем больше фертильных цветов, чем больше аромат. А это, конечно, шапка Magical Moonlight. Чем она отличается? Макушечка всегда все равно остается зеленого цвета. И очень крупные стебли. Есть нюансы, хитрости по обрезке гортензии каждого сорта. Мы будем говорить об этом позже. И Magical Moonlight, я могу сказать, при обрезке Magical Moonlight нужно выбрать самые-самые крепкие, допустим, стебли 5 штук и только их оставить. Все остальные убрать, иначе он будет все время разваливаться. Это Magical Moonlight. Продолжаем экскурсию по садовому центру. Посмотрите, это Magical Moonlight. Ну, такие огромные шапки четко держат стебель. Это Magical Moonlight. Верхушечки соцветий зеленоватые и кипельно-белого цвета соцветия. Вот, это один куст. Magical Moonlight. Вот, кашпо даже маловато. Но вы же сажаете не в контейнере, храните растения, вы высаживаете их в грунт. Это Magical Moonlight. Посмотрите, как вытянулся даже. То есть мы с агрономом общались. Получилось усвоение. В этом году осмокота быстрое. И, конечно, они сразу резко начали расти. Вот он рядом, Magical Moonlight. Посмотрите. Это Геркулес. Magical Moonlight. Вот, когда они рядом стоят, сразу видно. Хотя, прям, буквально, кажется, иногда даже одинаковые. Вон там Геркулес стоит. Это Метушка Moonlight. Итак. Продолжение следует...